Привет, мои хорошие! Сегодня у нас такое вот необычное видео. Назовем это творческий влог. Мы будем с вами рисовать и болтать. Я покажу вам свои скетчбуки, как я делаю в них зарисовки, чем я это делаю. Если вам интересен данный формат видео, интересна эта тема, то оставайтесь со мной. Ну и, конечно же, в конце видео я расскажу о победителях в предыдущем конкурсе. Большое спасибо за внимание. Оставайтесь со мной. Поехали! Первым делом, что я вам покажу, это свой любимый скетчбук, который, к сожалению, у меня уже закончился. Это скетчбук фирмы Кэнсон. Такой вот лаконичный, черный, имеет плотные листы. И в нем я вела весь свой марафон в Инстаграме. И вообще все мои рисунки, которые я делаю в скетчбуках, вы можете увидеть в моем Инстаграме. Поэтому обзора на заполненный скетчбук я делать не буду. Поэтому, если вам будет интересно, то посмотрите. Все мои рисунки, которые я здесь делаю. Единственный минус этого скетчбука в том, что он не выдерживает маркеры. То есть некоторые зарисовки я делаю маркерами. И поэтому мне приходится оставлять лист. И уже через промежуток делать следующий разворот. То есть это минус данного скетчбука. В ближайшее время я возьму себе такой же скетчбук. И продолжу в нем делать зарисовки, только уже без маркеров. Только линерами. То есть вот, например, у меня есть маркер кисть черный. Он не просвечивает. А именно маркеры флекс мои новые, они просвечивают в данном скетчбуке. Поэтому именно маркеры для данного скетчбука не приспособлены. Но линерами, акварельными карандашами, акварелью рисовать в нем одно удовольствие. Простым карандашом, обычными фломастерами, не маркерами, кистями, флексами рисовать одно удовольствие. То есть, как вы видите, просвета нет. Единственное, от воды, конечно же, лист коробит. И я все равно оставляю промежуток, чтобы каждый разворот был отдельно. Поэтому, если вам интересно, все эти зарисовки можно увидеть в моем инстаграм. Я там постоянно ими делюсь. То есть вот, наконец-то я закончила скетчбук. И он у меня отправляется на полочку, чтобы иногда его пересматривала и я, и мои друзья. Следующий скетчбук. Это у меня уже новые скетчбуки. Данный скетчбук от голодной книги я разыгрываю. То есть, в предыдущем видео я вам его показывала. Здесь у меня пока создана только одна зарисовка. Видеоурок с этой зарисовкой я сделала. Тоже хороший скетчбук. Тут бумага более гладкая, чем в Кэнсене. И она не такая плотная. То есть, в Кэнсене бумага плотнее. То есть, этот скетчбук подойдет отлично. Вот, как вы видите, для линеров и маркеров вот такого черного. Маркер-кисть от Faber-Castle. Думаю, что подойдет и для акварельных карандашей, и для акварели. Опять же, для маркеров не подойдет, так как будет просвечивать бумага. И данный скетчбук не очень подходит для создания разворотов. Из-за того, что здесь нет переплета. Вы видите, что здесь просто скобки. И неудобно создавать развороты. Если мы, например, делаем таким образом. Потому что из-за того, что нет переплета, не во всех местах есть красивый сгиб. То есть, в начале, например, нам неудобно делать развороты. Например, здесь также. Из-за неудобного сгиба. Когда есть переплеты скетчбука, развороты делать очень удобно. То есть, вы разворачиваете, и все хорошо видно. Все хорошо получается. В отличие от такого скетчбука. Поэтому данный скетчбук я буду использовать одностранично. То есть, я в нем не буду делать развороты. А таким вот образом создавать свои зарисовки именно на одной стороне листа. Опять же, всеми зарисовками буду делиться в Инстаграме. Выбрала я себе с цветами скетчбук, с лисами. Разыгрываю. И в конце видео я вам расскажу, кому какой скетчбук достанется. Но в целом я скетчбуком довольна. Стоит он 300 рублей. Кстати, вот этот скетчбук стоит 360. Поэтому ценообразование у них странное. Поэтому, если вам интересно, конечно, приобретайте. Ссылочку я оставлю под видео. Но, например, если у вас есть лишние 60 рублей, то лучше доплатите и купите себе Кэмсон. Потому что Кэмсон, такой вот скетчбук-книжкой, намного приятнее в работе, чем тот скетчбук. Потому что здесь, как я и сказала, можно именно работать разворотами. И создавать всевозможные зарисовки. Ну и последний скетчбук, который на данный момент у меня есть. И он является моим любимым. Это даже не скетчбук, а альбом для зарисовок. От фирмы Палаццо, вы видите. Альбом с крафт-бумагой. Последнее время мне очень нравится рисовать на крафт-бумаге. И последние зарисовки я делаю именно в нем. То есть, все эти зарисовки вы можете увидеть в моем инстаграм. Замечательно работают на нем именно цветные карандаши, линер. И получается очень интересный такой эффект телесности. И вообще объема за счет именно крафт-бумаги. И сегодняшнюю зарисовку я буду делать именно в нем. Пока мы с вами болтаем. Зарисовки я обычно начинаю делать простым карандашом. Карандаши у меня фирмы Кахинор. Оранжевая версия с коричневыми попками. Серые более по древесине и по графиту твердые. Поэтому мне нравится более оранжевая версия. У меня B и 2B. То есть, тут мягкость не имеет значения. Не беру самый мягкий. Беру средней мягкости. Сильно не нажимаю. Делаю первоначальный набросок. Далее я перехожу к линерам. У меня сейчас 3 линера. Линеры я беру всегда Micron. Они недорогие. То есть, они дешевле Faber-Castell. Но по своим свойствам ничуть не уступают. Не размываются водой. То есть, если бы я делала не на крафт-бумаге, а на обычной бумаге. И захотела бы размыть поверх нанесенные акварельные карандаши. То данный линер бы не потек от воды. То есть, Micron не размывается водой. Чем очень удобнее. У меня 2B и 8B. Это отличные линеры. Единственное, обращайте внимание не на данный указатель толщины. А на указатель толщины, который пишется вот здесь мелкими буквами. То есть, на самом деле, вот у меня идет 5 и 2. Вот 5, она... То есть, тут 0,05 и 0,2. То есть, по идее, 0,2 у меня должна быть толще. Но на самом деле, этот линер тоньше, а этот толще. То есть, смотрите, всегда вот здесь вот, скрывающимися мелкими буковками написан истинный размер линера. И восьмерочка 0,8 самый толстый. Если я хочу какой-то контур еще более выделить, то есть, данные линеры разной толщины я использую для зарисовок, для того, чтобы передать объем линий. То есть, то, что к нам ближе, то крупнее и линия толще. То, что дальше, линия тоньше. Это я делаю именно линерами разной толщины. Вот, как вы видите, в этой зарисовке есть акварельные карандаши размытые, и линер не течет в работе с ним. Если я хочу выделить что-то поконтрастнее, сделать еще более выразительный контур, либо залить какие-то большие участки, иногда линиерами долго это заштриховать, поэтому я использую маркер-кисть. У меня маркер-кисть от Faber-Castell. Маркер-кисть, это значит, имеет тонкий кончик, то есть, вы можете от толщины нажатия сделать более тонкую линию и более плотно это все закрыть. Поэтому именно маркер-кисти мне больше нравится, чем просто маркер или просто фломастер. То есть, они позволяют нам толщину линии контролировать нажатие. И после того, как я сделала уже набросок, обвела линерами, выделила контуры разной толщиной, какие-то темные пятна залила черным маркером, я беру либо фломастеры, либо маркеры-кисти, либо акварельные карандаши. Как я и сказала, маркеры-кисти у меня флексы, они очень-очень ядреные, то есть, вы видите, как они сильно просачиваются сквозь лист. Но, получается, достаточно такие акварельные эффекты и акварельные переходы. Ими лучше пользоваться на отдельных листах, не в скетчбуке, но в работе они мне очень нравятся. То есть, посмотрите, очень яркие такие насыщенные оттенки и получаются достаточно такие плавные переходы объема на предметах. Поэтому маркеры-кисти, то есть, вот они так выглядят, делают мазочек в форме кисти. То есть, если даже я возьму сейчас этот скетчбук, чтобы вам показать, как они рисуют, да, то есть, силой нажатия вы можете контролировать. Ну и, как вы видите, они опять просочились. Поэтому ими я пользуюсь уже не в скетчбуках, а на отдельных листах, но в работе они мне очень нравятся. В этом же крафтовом альбоме мне нравится больше добавлять акварельные карандаши. Они очень мягкие и отлично ложатся на крафт-бумагу. И я их не размываю водой на крафт-бумаге. На крафт-бумагу мочить не нужно, ее очень сильно коробит и она портится от воды. Поэтому это только для сухих материалов. Но данные карандаши Кахеноровские очень хорошо размываются водой. Я в предыдущих зарисовках вам показала, как это делается. Ну и прежде чем закончить данное видео, давайте сделаем вместе небольшую зарисовку. Для зарисовки я обычно всегда беру за основу какую-то фотографию. Чаще всего вконтакте, например, листая ленту, я увидела забавную фотографию и решила ее себе сохранить. Потому что очень-очень она мне понравилась. Я ее просто лайкнула и она у меня осталась в закладках. И далее я открываю эту фотографию и делаю первоначальную разметку. То есть примерно намечая положение головы, туловища, задних лапок. Очень-очень схематично. Все разметила примерно, где что находится. И после этого тоже продолжаю отрисовывать карандашиком. То есть более точно. Более точно. Отмечаю положение мордочки. Остальное я все сделаю линерами. Лишние линии я немножко прохожусь клячкой. Беру линер. И начинаю нужные мне места обводить. И начать ложTE. И так, когда я всё примерно обвиваю, убираю лишние карандашные линии крючкой. Беру более толстый линьер и выделяю главное, то, что я хочу выделить. Ну, а дальше добавляю цвета цветными карандашами и какие-то ещё нюансики отмечаю, и нарисовка готова. Продолжение следует... Ну, и напоследок создам какой-то контур, чтобы выделить нашу работу. Далее я создаю ещё белый контур, для того, чтобы выделить зарисовку на крафт-бумаге. Можно ещё какие-то участки выделить, нюансики отметить. Чёрным маркером добавлю больше теней на мордочку. Маркер у меня хорошо ложится и на карандаши, и на карандаши хорошо на него ложатся. Так, ну и напоследок можно добавить какую-то забавную надпись. Ставим финальную подпись. Часло сегодняшнее. Так, сегодня у нас какое число? Восьмое. И нарисовка готова. Большое спасибо, что досмотрели видео до конца. Если вам нравится такого типа видео, понравилось, то поставьте лайк и напишите об этом в комментариях. Буду снимать творческие влоги почаще и с вами разговаривать тоже чаще. Сейчас перейдём уже к самой интересной части. Это выбор победителя предыдущего конкурса и розыгрыш скетчбуков. Не переключайтесь. Итак, долгожданная часть этого видео. Розыгрыш скетчбуков. Только что рандомом выбрала и ВКонтакте, и здесь на Ютубе победителя. И объявляю. Итак, данный скетчбук разыгрывала ВКонтакте. Он уходит Ксении Сухенко. Если я неправильно поставила ударение, не обижайтесь. Ксения, поздравляю. Напишу сейчас об этом ВКонтакте, прежде чем монтировать это видео. И данный скетчбук уходит Ксении. Молодец, поздравляю. Данный скетчбук разыгрывала здесь, на Ютубе. Вот такие вот замечательные лисы. Уходят они либо девушке, либо молодому человеку. Ник Олза. Напишите мне ВКонтакте. Я вам расскажу, как вы сможете получить данный скетчбук. Поэтому тоже поздравляю. Пишите мне скорее ВКонтакте, либо на почту, как вам удобно. Если вы не зарегистрированы ВКонтакте, я вам данный скетчбук отправлю. Тоже поздравляю. Если вам нравятся конкурсы на моем канале, то обязательно ставьте лайки. Пишите об этом в комментариях. Вообще рекламу я не беру на канал. Беру только с одним условием, чтобы был обязательно конкурс для подписчиков. Чтобы я могла что-то подарить подписчикам. Поэтому, если вы за, то ставьте лайки. Пишите об этом в комментариях. На этом видео заканчиваю. Большое спасибо за просмотр. Надеюсь, что конкурсов будет больше. Чаще буду их проводить. Все буду стараться делать по максимуму. На этом все. Помните, что рисовать может каждый. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok